Живая легенда Честность, порядочность, искренность, а дальше мечтающий написать книгу Жумадил Эгкембердиев Можно, да, начинай Добрый вечер, уважаемые друзья Я живу в лучшем месте на земле Это Кыргызстан И спасибо тем людям, которые организовали сегодняшний вечер Сегодняшнее мероприятие Где таким я, удобно говорить Мне с вами хорошо Потому что зал я вижу по глазам, я чувствую Здесь можно что угодно говорить Даже плакать можно Ну если, потому что публика, да? А если здесь чиновник сидел, я бы ни слова не мог сказать Это для сравнения, да? Так что мне с вами хорошо Благодаря предпринимательской деятельности Благодаря бизнесу, благодаря компании Шуро Я стал человеком Нормальным человеком, как я сегодня Видите, да? Я нормальный человек? Вы просто не представляете Вы просто не представляете, каким я Я просто сравниваю Да Спасибо Да Спасибо Что Чтобы люди об этом знали Говорит, времени нету Да Людям просто, наверное, времени не будет Писать надо об этом Ну Брат мой, то обуздый спокойный Должен был он написать Но он не смог это сделать Вот Благодаря Двух братьев, два брата Он создал компанию Шуро Почему? Основной секрет Это Мы Чувствовали друг друга Гармония была Понимание Четкое распределение обязанностей И бизнес был создан Вы где сейчас видите Найдите мне пример Два братья Создали такую Большой бизнес Не создавая еще Бизнес Рушиться Не смогли это сделать Ну К сожалению, брат мой ушел Он занимался Идеологией Писанином выступал А я работал Позволяй Кочеварим Да Я шовную работу делал И это мне нравилось Потому что мы знали свое место Ну его сейчас нету Ну всякие потери Всякий кризис Порождает новые возможности Нового решения Потому что жизнь не останавливается Она идет Теперь о провалах Я хочу рассказать интересную вещь сейчас Как мы потеряли В течение 14 лет и более Около 26 миллионов долларов Чтобы это Представить в голове Я сейчас напишу Вот Основные вот Моменты Представьте В 1992 году мы начали бизнес Литр продавали по 10 сумм Когда стакан чая стоил 10 сумм И вот так мы шли Продавали Мы Братом В основном производственники Технолит Технология Продажа Все организация Вот так А вот эти экономики Финансы Мы считай Даже не думали Ну идет торговля Не хватает Не успеваем И мы производим Десятками Тонны Производим Задача главная Зали безгорода Понимаете Зали безгорода И вот так Более 10 лет 14 лет Работали так что Покушать Есть Поесть Дети Сытые Ну чуть-чуть хватает Карманы расходов А на развитие нет Потом начали думать Чем дело Понимаете Куда уходит А там еще коррупцию Я уже не буду По коррупции Отдельно Светиться Почему коррупция Откуда возникла И с кем С какими людьми Это отдельная тема Это целая тема Потому что Сегодня не можем Извать от коррупции Знаете да Вот на маленьком Бизнесе Тоже коррупция Начинается Вот И В 2005 году Только мы Начали думать Что же происходит И в 2006 году Поставили Стакан Отресома Представляете Отресома Отресома Потом Через год Четыре сома Четыре сома Четыре сома Ноль два Знаете да Если на пять Ноль двадцать сомов Потом Через год Поставили Шесть сомов Потихонечку Вот Нормально Люди пьют Дураки Дураки А почему Раньше не делали Никто Ответа Нет Ну ответ Потом я отвечу вам Вот И Дальше Значит Тридцать Тридцать Сорок Пятьдесят Составляет Вот От Родичной Торговли В городе Который Родовим Стаканами Вот Представь Себя Я скромно Объем Я напишу Тридцать Тысяч Литров Это Тридцать Тон Да Унажаем На десять сомов Сколько Будет Тридцать 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 Тон Понятно Да Сегодня Я продаю Этот же объем Объем нету прошло жизнь протекула понимаете сколько жизнь так сказать думаю теперь и сотому это сколько вот она полтора миллиона теперь смотрите полтора миллиона полтора миллиона умножаем на 20 25 дней месяц работаем да и 6 месяцев сезона сезон один сезон и умножаем на 14 лет вот она выходит где-то около 23 с лишним миллиона 24 миллиона она выйдет 20 миллионов вот около машинка есть понимаете да вот и представь себе я вот это стоит она по курсу я где-то по 50 также курсы помнят и начинался из 10 20 30 40 50 60 и 70 среди 50 взял понятно грубо счет и вот я-то не сразу перешел на 50 сумма я в одессом году только перешел каждый год и каждого тебя там начали седьмом году миллион терял потом 500000 потом там 300 потом да и так понимаете вот это вот и вот она откуда вышла остальные это пара миллионов это другие напитки у нас и продукта много потому что они позже начались уже к тому времени уже мы немножко умели считать потому что воды тоже когда начинали 2000 годов тоже продавали по самые низкие себестоимости лишь бы лишь бы что пили это вода будущего на чего-то бы не делали потери отсюда вот так 26 миллионов откуда что здесь люди же много считают умеет понятно да вот такие провалов теперь задайте вопрос а где вот этой книжка где у меня есть приз самый лучший вопрос где вот самый лучший вопрос вот тони робинсон и не бегу ударить понятно да я здесь внутри внутри написала не будет емкость походу в 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 Вы добились таких высот в своей деятельности. Не покидает ли вас иногда эта вдохновленность? Это первый вопрос. И второй вопрос, что вам мешает жить и что помогает? Спасибо. Вдохновение, оно прет просто. Фонтаном. И вот это вдохновение помогает мне жить. Все. То есть сильная мотивация в жизни. С каждым разом. Еще. Здравствуйте. Меня зовут Адушкур. Я хотел задать такой вопрос. Вот вы достигли вот этого всего. Получили, выручили очень много денег. А есть ли у вас другая миссия? Я знаю, что ваш брат говорил о распространении народа по всему миру. Распространение шоурова. Остеглили бы свои цели. Там высшие цели. Не просто заработать, а высшие цели. Конечно, высшие цели она есть. То есть распространение не только шоурова. И много других есть продуктов. То есть мы этим занимаемся. Ну, шоурова, у него срок ранения маленькое. И у него есть как характер, скажем, да? Характер. Я всегда шучу, говорю. Ну, шутка, говорю. Это на женщину похож. Надо его гладить. Надо его ласкать. Надо его... Все это как бы... Больше внимания обращать. После этого только сможете шоурова, как бы, да? Именно подружиться. Иначе начнет ей вот так болтать туда-сюда. Она взорвется и весь... Ну, партюшек, 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 партюшек. И это... Моей жизни нравится, я постоянно так делаю. Интересно, да? А так, конечно, цель есть. Надо вот этот момент решать. Потому что этот вопрос культуры... Мы пытаемся, наверное, в Китае культуру... Китая не получит. Да. Поэтому... Открылся, да? Ну... Можно, да? Спасибо за вашу историю. У меня был вопрос в Эквонотте просто про мероприятие. Рассказывали, что у вас этот был самый большой провал ввиду того, что вы не умели... Или что же, да, формулировки было? Как потерять... Анализы, анализы не было. Очень много чего. Финансовый анализ. И объяснять повышение цены для своего клиента. Вот как вы это делали? То есть, как вы объясняли жителям, да, там, населению резонность вообще у мужчины цены? Вот, смотрите, мы сами вот создали этот продукт. А я больше скажу, мы бренд создали. Придж создали. Вы понимаете, что это бренд, да? Это вопрос давления. Вопрос эмоций, вопрос культуры, вопрос, я не знаю, ну, патриотизм, да? И так далее. Но как-то он должен дешевле, чем квас, дешевле, чем, допустим, лимонад и чай продаваться. Мы и это поняли. То есть, создавая такую ценность, мы не понимали вот эту ценность, которую мы сами создали. А потом уже со временем мы начали понимать, что это ценность продукта, что это ценность бренда. Бренд в итоге приносит отход. И мы поняли, что люди, по этому посому начали. Каждый раз мы шутаем, посому подняли, смотрели. Нормально пьют. Никто там не жалит. Обычно люди забывают про, что мы их пожил пить. И понимаете, как? Я вот эту. Вы знаете, вот насчет получения цели, вам интересны. Я не столь расскажу. Ну, не понял. Одну минуту. В пятом году, в конце года, на шестой год мы должны были поднять цену на сон. То есть, вопрос сона стоит. Стакан по два или по три? То есть, я убедил людей, ну, командную, да, команду, и ушел на целый год отпуск, ну, при болезни. Я заболел. Я отбил свои вот эти, как называют, зарпанки. Мне это больно. Кочко, дякта, дякта. Безди, безди. А, позвоночник, позвоночник. Позвоночник я отбил и езжал в больнице. Через год перехожу, опять на два сома они спустились. Ну, моя команда. Потому что они боялись. Боялись поднимать. Да я сам боялся. Ну, думаю, давайте, без меня поднимите. А я полежу там, да, вот что будет, паразит идет. Там лежу, там, говорю, что меня нету. Потом через год предложил, опять они... Спустили на пять сомов. Я так и не понял. А потом я взялся за эту работу. Камчик взял. Ну, волевое решение нужно было. Одному человеку надо. Вот такие стратегические решения. Один человек должен принимать. И решение главного менеджера не обсуждается. Вот этот принцип. Вы должны понять все. Да, команда, нужна команда. Но это совершенно другие вещи. Вопрос ответственности здесь стоит. Понятно, да? Все, вперед надо. И вот так потихоньку каждый год по сумму, по сумму, по сумму. И потом раз. И пьют люди. И представьте, я должен 50 тонн продавать под 10 сумм, 500 тысяч получать, да? Или 30 тонн продавать. По 500 сумм, полтора миллиона. Ничего, нормально. То есть в объеме, конечно, мы упали. В тени там и поднялись. Три раза, да? Вот, пожалуйста, откуда потеря. Так что каждый у себя думает, кто здесь неправильно цену ставит. Кто? 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 Кто. 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 Хорошо. Я не знаю, что это ошибка. Я не знаю, что это ошибка. Чтобы не учли, Китай-больнча, она, назовем, без другого города сезарь российскому рынок и казахстану. Сезарь, что это? Сезарь, что это? Сезарь, что это? Шактарнышка, мы сезарь, что это? Все, и дай мне. Какая война? Исследование? Я не знаю, если вы ожидали что-то женщины, потому что вы женщины здесь не слышали. Это repente? Сезарь. Помни, что мы в Китай? В Китае в Китае оттывали, А ты говоришь, что вы все говорили? Они такие мечты. Я rechtом向е-надыпей. Я говорю, что она какая-то не может подъем. Иссоции это делал криптовалюта научно-статковного Иссоции это делал Иссоции это делал Иссоции это делал Иссоции это делал Я Я всегда производился натуральные продукты заметили там не пиво 2 он всегда то есть развивать национальный у нас есть миссия компании миссии это определяй то и предназначение жизни бизнесе неважно то есть каждого индивидуально человек должен быть миссия то есть его предназначение но компания с предназначения миссия то есть возродить традиции наших предков виде напитка виде суппоры виде там я не знаю других вещей то есть только этим заниматься и вот это это и это есть оздоровливает здоровье душу здоровье вот и все философия от этого нельзя уходить если миссии нету тот шара как ты водкой мы будем заниматься сигареты мы даем где день больше заработать можно если этого не мы ушли металла год курина да а я сапога анастасия жмала это менеджер станем института а нам жмала вот азаруна 60 лету калдınız сизин депрессивны злору а пульжатта горпы жаткан дали гуу яшта Жаш Монт. Первый струк это Жизнь Концепция В прошлом году Второй струк В прошлом году В прошлом году В прошлом году Спасибо Спасибо Я В прошлом году Я 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 то есть я хочу то есть пойми я повину вижу как должно как должна жить вообще молодых и так или как моем возрасте то есть если хочешь изменить нет окружения начать себя изменить себя я этим сейчас сегодня занимаюсь и то есть в первую очередь это позитив здоровье то есть всегда быть молодым то есть я вчера вот я где-то 100 лет я только это ставлю флажок дайте до 100 лет и как быть сегодня я круглый сутки я думаю об этом секрет и молодость это отдельная тема это уже платный будет не в обиду тем людям кто уже вопрос вам хватит а я даю микрофон по одному принципу там зона тут зона и тут вас связывают только шоу но вы знаете мы были в карабулаке и это очень красивое место но очень удивлялись были с иностранцами что у вас много там экологических таких моментов в вашем карабулаке и задавали вопрос на который я не могла ответить ну там про хозяина и почему вот вы такие делаете такие экологические моменты вы берете это эти идеи и за границы потому что много ездите или из традиции вот было бы интересно узнать спасибо ну это опять миссия мою мое управляет это вокруг миссии тема вот вопрос как раз какой должен быть крестом я просто кусочек вот такой кусочек миллиона доли я хочу показать мы сейчас все говорим с высокой тюрьмы да вот хранистан там ударила встыгин яглазу отпалию я просто деле хочу то есть где все инфраструктура есть где людям хорошо живется вопрос здоровья то есть оздоровление нации оздоровление людей и так далее как должен в районах как должен быть селье как должны быть масштабы области я не знаю кусочек это пример то есть там зеленая экономика там все есть для человека чтобы провести свое время отсудиться от города допустим да и так далее то есть и много других проектов я буду это развивать в пребывах это будет такой показательный на украине такой будет вегуе я там 13 года везэшэм он еще бэк отрыскому шуну карамалаттым я тёщен а о нынгин гана башу башу тушь ты ему кушь ты мне билбелый бэк отрапсу ба хэлбэнгереткин дэ те они гинану башу мэтьеттэдэ Уходит в корее академическую местную атмосферу. У нас, гар компании, ресторанfo, комп Syedis, Город, господа, 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 господа. Тогда тогда нечем это. Потом я иду на юртку. Мы решили на дороге, что я иду на 6 лет. Здесь иногда мне это не дышено. Я иду. Я иду на 60 лет, чтобы сделать что-то. Понимаете? Я не могу сказать, что есть ли это, а ты не говорил. Наши я памятник. Я работал. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, как это? Ты говоришь? Я говорю. Спасибо. и один вопрос остался я просто не хочу сейчас выиграть полный момент чоппе сидит вместе с герой поясу руку поднимать а вы сами можете в феврале паркетов за лучшего муусы байта мил готовы Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Как вы? Да, как вы? Максат был. Максат был. Сэрл-инструк Now, был. Максат был. Принцип был. Хорошо, что вы? Ну, нужно говорить так. Что такое? Биль нефтян апритет кле. Как вы? Не просто апритет себе. Что вы? Что вы? Кто? Нет. Она еще не как бы. Что вы? Максат был. Меня не так что-то. Колодец был. Ритебрянин был. Голос был. в Мунгелеве, сварщик в Мунгелеве. Это он решает, правильно? А у меня предприниматели в Макбон. И здесь я в Макбон. Он жил тогда в Коцелберлике, в Оршанке, в тех краях, и он говорил, что в 90-е годы, когда распался Советский Союз, вы и брат, вы общались, и однажды ваш брат сказал ему такую вещь, и я хотела спросить, это правда или нет? Мне это так заинтересовало, что ваш брат сказал, что вы станете круче Кока-Колы. Конечно. Ну, хорошо. Теперь второе у меня три вопроса. Чем вы занимаетесь в свободное время, и о чем вы мечтаете сейчас, на данный момент? Я занимаюсь собой. Дети уже небольшие, они занимаются своими детьми. Я свободный человек. Свободный человек это как? Вы не женат еще? Нет, почему? Да, женатый, да. В смысле свободный, то есть я дальше развиваюсь. Очень много идей. Городный год я поставил, да, в течение пяти лет. Я еще буду его дальше занимать. Сегодня я занимаюсь здоровьем. Я знаю, как мне кажется, что я говорю, да, серьезнее, да? Я здоровьем занимаюсь, чтобы быть всегда молодым. Понимаете? Ездить по всему миру, смотреть, как люди там живут. Почему мы так не живем? Всегда вопрос. Понимаете? И почему мы так не живем? Потому что мыслить надо по-другому. Мыслить надо по-другому. Мышление менять надо, уговорение надо, вот здесь надо менять все. Голос поставленный сразу профессионально чувствуется. Спасибо большое. Я думаю, что на этом все, да, ребята? На этом все. Калий Ивана, на этом все. У нас осталась одна задача. Выберите самый лучший. Какой вопрос вам понравился больше всего? Калий Ивана, на этом все задавали хорошие вопросы. Просто сейчас мне тяжело. Кто-то один получит. Я сейчас... Дам этому человеку, который про миссию и философию, да? Это еще нет. Вот. Миссия. Спасибо. Ваша философия, ваша миссия – это основная ценность всех наших магазинов еды. Миссия, если есть, то вы не будете заблуждаться. Вы найдете себе дорогу, да, в жизни летать? Спасибо. Мы с вами ездили в Лотон и ходили по горячим углам на тренинге Тони Робинс. Да, я в этом году как раз в мае ездил, Тони Робинс. Один, два и два дня. Спасибо вам всем за вопросы, за участие и за общение. Классно. Я сегодня помолодел. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть еще один момент. Нам нужны все спикеры, кто сейчас здесь. Пойдемте, Юль, пойдемте. Эрнест, пойдемте, Сайкал, выходите сюда. Да, есть подарочки для спикеров, и все остальные могут в это время аплодировать, шутно завидовать и аплодировать. Можно, да? Сойди я. Я приготовила подарки для всех спикеров. Я все-таки у вас магазин подарков, мне по другому нельзя. И я постаралась, как и всегда в нашем магазине, подойти персонализированно немножечко. И поэтому вот в Жимаковой Байке такой вот золотой кубок для ваших золотых драгоценных напитков. Спасибо. Для вас, как для человека из сферы образования Сайкалу, кубик Рубика, необычный, креативный и небольшой новогодний подарочек. Держите. Отлично. И для вас. Поздравляю. Кусочек Лондона. Великолепно. Спасибо большое остальным спикерам, которые... Я передам вас. Ну, я переживаю, да? Это еще не все. Подождите, куда вы побежали стоять? Спасибо большое. Еще раз давайте проводим наших спикеров. Спасибо вам большое.